Этот файл создан незарегистрированной версией программы «Русак» фирмы «Бизет Софт». Зарегистрированная версия не вставляет таких сообщений Геббельса русских после штурма Севастополя. Историк Алексей Кислицин обнаружил и перевел на русский один любопытнейший немецкий документ Министерства пропаганды Геббельса, пылившийся в бунде с архиве. Это инструкции из речи Геббельса о том, как освещать в нацистской печати поведение советских солдат и их героизм при штурме Севастополя в 1942 году. Ведь как-то неудобно, что у недочеловеков может быть такая стойкость, нужно вразумить наивных подданных, а то они, грешным делом, еще и восхищаться начнут. Берлин 13 июля 1942 года начальнику отдела пропаганды штаба Вермахта касательно инструкций по ведению пропаганды, высказанных господином министром пропаганды. Различные репортажи последних дней по радио, освещающие бой за Севастополь, а также отчеты, сделанные зарубежными журналистами после Севастополя, со слов немецких офицеров, вынудили министра пропаганды доктора Геббельса на конференции министров Рейха 7 и 9 июля выступить и высказать свое мнение относительно освещения действий советов и их оценки. Общие положения и инструкции господина министра сведены ниже, в последние дни мы получили острые и шокирующие отчеты о боевых действиях. Однако есть опасность неправильного восприятия части немецкого народа и неправильных выводов из представленной информации. Вторая страница многочисленные формулировки в этих отчетах психологически исключительно опасны. Появляется впечатление, что и у советов есть идеи, которые вдохновляют их солдат на фанатическое и героическое сопротивление и они стоически переносят лишения в интересах продолжения сопротивления и ведения войны. Это впечатление распространяется настолько, что есть впечатление, что тысячи солдат и гражданских, включая женщин и детей готовы взлететь на воздух или дать себя завалить заживо в бункерах, но не сдаться. Так при атаке на один завод в котором настоящие большевики, комсомольцы фанатично преданные идеи комиссара осуществляли сопротивление до последнего вздоха последнего солдата. В таком же духе идут отчеты иностранных корреспондентов, записанные на основании рассказов немецких офицеров. Один офицер заметил, что русские по-настоящему героически дерутся и сказал, комиссары проводят работу, они создают железную дисциплину, кто отступит, расстреливается. Еще один отчет даже говорит следующее, секретом силы русского сопротивления является институт политических комиссаров. Таким образом политические комиссары, наличие которых в немецком вермахте категорически отвергается, вдруг становятся героями и секретом силы большевистского сопротивления, символом стойкости. Третья страница такого рода отчеты могут поколебать настроение немецкого народа в борьбе против большевизма и даже на короткое время создать атмосферу восхищения большевиками. Однако национал-социализм учит, что в большевизме нет идеи, а он является лишь результатом преступных воплощений еврейских инстинктов. Необходимо также иметь в виду, что национал-социализм освободил немецкий народ от заразы большевизма, но некоторая восприимчивость к этим идеям, в связи с длительностью войны и увеличивающимися жертвами, в народе все еще существует. Это точно так, как при заболевании туберкулезом, после проведения лечения. Даже вылечившиеся все еще имеют опасность опять заболеть. Бацилла большевизма существует в жесткой капсуле и это может стать настоящей катастрофой, если мы сами размягчим стенки этой капсулы и опять яд бациллы попадет в тело немецкого народа. Не нужно забывать, что среди немецкого народа имеются 5 миллионов человек, которые раньше голосовали за коммунистов. В репортажах также отсутствует историческая основа к признанию и представлению, а также принципы, в соответствии с которыми великие мировоззренческие движения осуществляются и становятся столетними и тысячелетними. К примеру, совершенно немыслимо, чтобы во время 30-летней войны католическая церковь в освящении войны рассказывала о том, что бороться тяжело потому, что на другой стороне протестанты, юноши, поднявшиеся под флагами лютерови дома и в бой своими пасторами настолько преданы вере, что готовы жертвовать собой, или во времена Римской империи римский сенатор вещал о героизме христиан, преданных своей идее и готовых умирать за нее. Большевики со своей стороны тоже не проронили ни одного слова о героической обороне Демянска. На самом деле в сопротивлении большевиков речи не идет ни о героизме, ни о храбрости. Для нас тут идет речь лишь о диком терроре, принуждению к сопротивлению и организованной примитивности звериного инстинкта славянизма. Ошибкой будет трактовать секрет русской души по Достоевскому. Есть живые существа, которые сопротивляются потому, что они неразумны. Уличная собака тоже сопротивляется сильнее, чем воспитанная овчарка. Но это не делает сильнее уличную собаку. Крыса сопротивляется сильнее домашнего животного, поскольку она живет в тяжелых социальных и экономических условиях, и ей приходится быть такой, чтобы выжить. Так и большевик способен к сопротивлению. Секрет в том, что имеющийся славянский менталитет соединился с еврейским воспитанием, которое все остальное отмело от русского народа. 20 лет русские ничего не знали о Европе и сейчас им объясняют, что немецкие варвары убивают каждого, уничтожают все на своем пути и так далее. Смотрите также танковый ас вермахта. Сравнивает американцев и русских. Последняя страница. Результатом этого примитивного животного еврейского воспитания стал большевизм. Это не имеет ничего общего с героическим сопротивлением. История нам показывает, что и ранее, в предыдущих войнах русские были такими, какими мы увидели их сегодня. Семилетняя война, Крымская война, оборона Порт-Артура. Поведение русских остро отличается от разумного героизма людей, имеющих силы умереть ради великого дела. Тут речь идет о принципиальном, базовом вопросе. В связи с этим отчеты должны писаться в рамках определенных формулировок, резко и четко отличающих смелых и героических немецких солдат от примитивного животного поведения большевиков. В отчетах о большевиках необходимо избегать 1. Любого намека на использование формулировок, сравнивающих поведение солдат и использование идеи большевизма. 2. Любых формулировок, зарезервированных за описанием действий наших солдат. 3. Немецкий язык достаточно богат, чтобы разделить описание боев, несмотря на тяжесть и жесткость боев. Ввиду важности этого вопроса министерство просит передать эту инструкцию для исполнения всем частям пропаганды и тем службам, которых это касается. 4. Знаете, что самое смешное? Уже в 1943 году немцы полностью скопируют Советский институт комиссаров. Прямо один в один. Приказом Гитлера 22 декабря 1943 года будет создан Институт национал-социалистических руководящих офицеров, натианал-социалистящий фурунг софизиери, НСФА, функционеры которого набирались из членов НСДАП. В их задачи входило политическое воспитание солдат и повышение политической активности офицеров. Короче, те же яйца, только в профиль. Вот только результаты у немцев будут очень и очень скромные.